В честь праздника Весны и Труда, который раньше назывался Днем Международной Солидарности Трудящихся, пройдет демонстрация и будет организован митинг профсоюзных организаций. Девиз этого 1 мая – «Да, росту зарплат, нет росту цен». По словам председателя Федерации Тверских профсоюзов Сергея Веренинова, лозунг этого года связан со сложной экономической ситуацией во всем мире. Митинг будет посвящен в первую очередь вопросам индексации заработной платы и пенсии. Сбор на шествие и демонстрацию в 11 часов 1 мая на Театральной площади. Затем мы пройдем по Советской, переходим в городской сад и на эстраде городского сада будет проведен митинг. Там же, где завершится шествие профсоюзов, в 1 мая пройдут и мероприятия в честь празднования Воскресения Христова. В настоящее время ведется работа по украшению сада, но уже буквально через несколько дней Горсад будет ждать всех жителей и гостей города на празднование самого значимого праздника христианства. С 12 часов в этот день всех гостей ожидают мастер-классы, фотозоны, аттракционы, конкурсы и забавы, а также выступления церковного хора и художественных коллективов. У центрального входа, помимо дерева желания, гостей встретит большая композиция из самовара, кулича и корзины с пасхальными яйцами. Главным символом Пасхи в саду станет четырехметровое яйцо, а каждый желающий в разгар праздника сможет принять участие в его украшении. Однако сюрпризы ожидают не только тех, кому нравится декорирование, но и любителей животных. В этот раз мы решили порадовать деток, потому что дети очень любят живых животных. Будут живые кролики, которых можно будет и пофотографировать, и покормить также морковкой. Морковка у нас будет представлена. Не только покормить кроликов, но и самому попробовать самый главный, сладкий пасхальный символ праздника – кулич – гости смогут на конкурсе куличей. В этом году мы пригласили поучаствовать на конкурсе куличей, наши рестораны, кафе. И самое интересное, что отбирать кулич по красоте и по тому, насколько они вкусны, будут именно гости нашего праздника. А в соседней зоне принять свое активное участие смогут любители спорта. На песчаной площадке будут организованы аттракционы – рогатка, скалодром, кольцеброс. Организаторы утверждают – самых активных и ловких ожидают призы. Тем, кто боится не успеть посмотреть все, что будет представлено на празднике, беспокоиться не стоит. Гуляние продолжится до восьми вечера и завершится грандиозным файер-шоу. А многие пасхальные композиции и деревья радости будут украшать сад до конца праздничного периода. Анастасия Зацепина, Илья Чечин, Телеканал Пилот.